Минутка маленьких лайфхаков. Как правильно снимать цевьё, чтобы его не сломать? Значит, на любой двустволке, ну, практически на любой, вообще-то да, на любой двустволке, которая снабжена эжекторами, есть тяги водителей эжекторов, которые выходят из ствольной коробки и взводятся при открывании либо закрывании ружья, в зависимости от механизма. Так вот, нередки случаи, когда люди в попыхах, торопясь, снимают цевьё следующим образом. Нажимают на кнопку цевья и сразу же его отводят вниз. То есть движение происходит вот таким вот образом. Нажали на кнопку цевья и отводят его вниз. К чему это приводит? Это приводит к поломке цевья вот здесь вот в верхней части. Сейчас я покажу почему. Когда мы снимаем цевьё, мы его сначала подаём вверх и только потом отводим чуть-чуть в сторону. Вот эти вот тяги, которые выходят из ствольной коробки на любом ружье, как вы видите, они, когда цевьё установлено, контактируют с верхней деревянной частью. То есть здесь сделаны выборки вот именно под эти тяги. То есть прямо в дереве. И поэтому, естественно, когда вы просто цевьё ведёте вот так вот вниз, здесь цевьё тоньше, оно цепляется вот за эти тяги, но, естественно, просто обламывается. То есть это не какая-то болезнь конкретных моделей. Это общий элемент всех абсолютно двустволок с эжекторами. Потому что сломать таким образом можно абсолютно любое цевьё на любой двустволке. Чтобы этого не произошло, цевьё надо и ставить, и снимать аккуратно. Ещё второй момент при монтаже цевья. Когда ставят цевьё, зачастую любят вот просто посадили и до щелчка надавили. Так делать тоже неправильно. Какая бы кнопка защёлки ни была, сверху, снизу, без разницы. При установке цевья нажимаем ту же кнопку, надавили цевьё, поставили и отпустили кнопку. То есть вот этих вот щелчков тоже не нужно. Именно по той же самой причине, потому что при монтаже деревянная часть может задеть вот эти тяги и опять же на ней расколоться. То есть монтаж вперёд. И отгибаем. Просто снимать цевьё вот таким вот движением. То есть сейчас я покажу. Когда мы снимаем цевьё просто движением вниз, видите, оно зацепилось вот за эти стальные части. Соответственно, если бы я это сделал быстро, я бы его, скорее всего, упомнил. Будьте аккуратны. Спасибо.